Документ о распуске Арцах Был незаконным Отрицатели Эрдуган и Нетаньяху позорно используют термин «геноцид», чтобы обвинить друг друга Российско-турецкий медовый месяц, похоже, подходит к концу Сможет ли Армения воспользоваться этим Рубен Мелкунян? Жители Арцвашена собирают подписи «Вестке дзеркель вард кафе туманян» Энциклопедия армянской географии Турции в переводе с Ивана Нашаняна Россия не использует термин «зангизурский коридор», а говорит о маршруте, который связывает западные районы Баку с Нахидживаном через территорию Сюрингской области Армении Об этом на брифинге 27 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова Официальные лица Восточной Армении говорят «зангизурский коридор не открывается уже три года, потому что руководство Восточной Армении якобы не согласно с условиями» Ален Симонян вчера намекнул, что сдача сел Тавушек каким-то образом связана с «зангизурским коридором» «Мы позволим создать Тавушский коридор, чтобы нас не заставили открыть «зангизурский коридор», фактически намекает Ален Симонян Уместно вспомнить, прошлой весной, когда Москва и Баку незаконно установили контрольно-пропускной пункт в Бердзурском коридоре Перекрыв единственную дорогу и коммуникации Арцаха, те же лица говорили, что не будут требовать восстановления экстерриториального статуса Бердзурского коридора Чтобы Алиев не требовал такого же статуса для Зангизурского коридора Бердзурский коридор был придуман в нужное время для блокирования и оккупации Арцаха Сейчас для отделения Армении от Грузии необходим Тавушский коридор с выходом в Лори Зангизурский коридор изначально был нацелен на ликвидацию армяно-иранской границы Но это будет сделано в самом конце На этот раз восточная Армения ради политических интересов жертвует северной частью Армении Как в свое время пожертвовала западная Армения и Арцаха В интервью с Лефигаро глава оккупированного Арцаха Самвел Шаграманян касаясь разговоров о том Есть ли связь между выборами пятого президента Арцаха и последующим нападением Шаграманян отверг возможность такой связи Напомню, что азербайджанцы ранее уже накапливали войска на линии соприкосновения Было очевидно, что после 9 месяцев блокады направлены на то, чтобы ослабить нас Они собирались атаковать На вопрос, существует ли государство и правительство в изгнании, Шаграманян ответил Да, в изгнании, где я принимаю вас, в Ереване, находится офис президента Арцаха А также офисы судебных и законодательных структур Парламентарии могут собраться здесь для голосования В октябре я подписал указ, который устанавливает, что все министры правительства Остаются на своих должностях на добровольной основе Отвечая на вопрос о возможном возвращении, Шаграманян сказал следующее В нынешней ситуации нереально думать о возвращении на нашу территорию, оккупированную азербайджанцами Необходимо учитывать реальные народы в Баку и Арцаха, которые считают себя врагами Азербайджанцам в Баку учатся школы, что армяне враги Потребуются годы, чтобы образ мышления азербайджанского народа изменился И мирное существование между соседями стало возможным Я думаю об армянах Армении так же, как и об армянах Арцаха Как власти Еревана могут считать свою страну безопасной, когда некоторые части ее территории уже оккупированы азербайджанцами А лидеры Баку бублично заявляют о своих правах на другие территории Я понимала, что документ о распуске Арцаха был незаконным Но это был единственный способ спасти соотечественников Из-за дисбаланса сил у нас не было шансов оказать сопротивление Поэтому мы очень быстро установили контакт с азербайджанцами Чтобы гражданское население было максимально защищено от боевых действий После 12 часов переговоров мы положили конец боевым действиям Уже на следующий день граждане Арцаха попросили эвакуироваться в Армению Опасаясь массовых убийств со стороны оккупантов Итак, мы начали второй раунд переговоров Чтобы их эвакуация прошла как можно более гладко Главный редактор газеты «Калифорнийский курьер» Артур Сасуня в своей новой статье пишет Политика создает странных спутников Израиль и Турция – одна из этих странных политических пар Изначально в их партнерстве была определенная основа Которую правильнее было бы назвать взаимной эксплуатацией Израиль, окруженный вождебными арабскими странами Нуждался в Турции как в своем политическом и экономическом союзике И исламском государстве, которое установило дипломатические отношения с Израилем в 1949 году Между тем, Турция нуждалась в Израиле по разным причинам Включая политическую поддержку Запада, приобретение передовых вооружений и торговлю на миллиарды долларов Другой стороной этого грязного союза было то, что обе страны отрицали совершенный против армян геноцид Турция использовала свои отношения с Израилем, чтобы убедить влиятельное еврейское лобби США Блокировать признание Конгрессом США геноцида, совершенного против армян Турция оказала давление на Израиль, чтобы заблокировать Международную конференцию по Холокосту и геноциду в Тель-Авиве в 1982 году Предотвратить трансляцию документального фильма о геноциде, совершенном против армян И признание геноцида Кнесетом Турция зашла так далеко, что пригрозила местной еврейской общины, потребовав от главного раввина Константинополя Лоббировать американские еврейские организации от имени Турции В 2009 году, во время всемирного экономического форума в Давосе, Швейцарии Присутствие мировых лидеров Эрдоган сказал президенту Израилю Шимону Пересу следующее Я очень хорошо знаю, как вы убивали детей на пляжах Газы После недавнего нападения Хамаса на Израиль, Эрдоган назвал Хамас борцами за свободу А Нетняху сравнил с нацистами Гитлером, Муссолини и Сталином В январе 2024 года министр иностранных дел Израиля написал в своем твиттере следующее Президент Турции Эрдоган страной с историей геноцида, совершенного против армян Хвастается необоснованными обвинениями в адрес Израиля Мы помним армян, ваша история говорит сама за себя Израиль защищает вас от ваших варварских союзников, а не разрушает Ранее Нетняху, который сам не признает совершенный против армян геноцида Раскритиковал Эрдогана за отрицание геноцида Нетняху написал в своем твиттере следующее Израиль, который придерживается законов войны, не примет моральных проповедей Эрдогана Того, кто поддерживает убийц и насильников из террористической организации Хамас Отрицает армянский холост, убивает курдов в своей стране и уничтожает противников режима и журналистов Тем не менее, Нетняху продолжает вооружать современным оружием союзника Турции Азербайджан Тем оружием, которое было использовано в Арцахе для совершенного против армян геноцида Как Эрдогану, так и Нетняху должно быть стыдно за то, что они использовали геноцид и холокост против армян в своих спорах в качестве предмета торга Вместо того, чтобы использовать термин геноцид в качестве дубинки для обвинения друг друга И Израиль, и Турция давно должны были признать геноцид, совершенный против армян Чтобы стать предчисленными к цивилизованным государствам Российско-турецкий медовый месяц, похоже, подходит к концу Вопрос в том, сможет ли Армения воспользоваться этим Об этом во время передачи Кизакетум с Аркадием Григорианом сказал Декам факультета Востоковедения ЕГУ Рубен Мелконян В Турции думают, что Армения может быть бутафарским государством, а в России думают, куда они убегут Отдадут Зангизурский коридор, остальную часть мы сохраним То есть на фоне возможного ухудшения российско-турецких отношений у нас есть плохие, наихудшие и нейтральные сценарии Вопрос в том, сможет ли сегодняшний режиссер Восточной Армении воплотить это в жизнь Но он в этой профессии не разбирается Ему просто навязывают этот сценарий Табличку, которую показывало руководство Восточной Армении, он не обеспечил Карта Армении и эта табличка нарушены Вашей власти не подвластна этой территории Ты не премьер-министр Ишхана Сара, ты не премьер-министр Джермука Ты не премьер-министр тех местностей, куда вошли войска Баку Верни эти территории, покажи новую табличку и скажи Это Армения и я премьер-министр, заключил Мелконян В последние дни поступает информация, что глава общины Арцвашена Собирает подписи и некоторые документы у жителей Арцвашена По данным наших источников, речь идет о компенсациях, в обмен на которые Должно быть дано согласие на отказ от Арцвашена, оккупированного в Баку в 1992 году Глава общины Арцвашен Мамикон Хэччоян подтвердил нашу информацию о письме, с которыми они обратились в правительство Он отметил, что для получения ответов на вопрос о компенсации, а также на разговоры, которые вращались вокруг Арцвашена Мы обратились в просьбу принять пятерых жителей По состоянию на вчерашний день, ответа от правительства не последовало Что касается слухов о отказе от Арцвашена, то Хэччоян такую возможность категорически опроверг Жители Арцвашена, видя, что идет речь о возможности компенсации вынужденным переселенцам из Арцаха Собирают подписи о том, что мы, как вынужденные переселенцы, хотим компенсацию для нашего села Но об отказе от Арцвашена речи не идет и не может быть, заключил Мамикон Хэччоян Телеканал Вестер Армения ТВ представит вашему вниманию обширное интервью с главой общины Арцвашена Мамиконом Хэччояном Мамикон Хэччоян – сын Западной Армении, родом из Бетлиса 7 апреля на открытой площадке Art Café Tumanyan состоится фестиваль «Вескет-Зеркерь» В рамках фестиваля планируется выставка продажа мастер-классы, подарки, сюрпризы и угощения Основная цель фестиваля – обеспечить продажу творений одаренных арцарских женщин, вдохновляя их на создание новых Вышел в свет монументальный труд с прекрасным переводом публициста и журналиста Сэвана Нашаняна Энциклопедия армянской географии Турции, несомненно, станет полезной для клиголюбов и исследователей Основной источник книги – иллюстрированный словарь природного мира Сукиаса Эприкяна Отца венитянского махитариста, который Эприкян начал публиковать в 1902-1907 годах Об армянских поселениях, оставив второй том незавершенным Сэван Нашанян завершил это исследование, восполнил проблемы и представил читателям новую энциклопедию Словарь Эприкяна посвящен армянским поселениям в пределах и за пределами Аспанской эпири в начале XX века В энциклопедии Нашаняна попытался дополнить словарь, используя источники, которыми пользовался Эприкян На турецкий язык были переведены труды известных деятелей XIX века Инджиджана, Гарегина Сарвандзяна и Алишана Отец Сукиаса Эприкян родился в 1873 году в Ахалцифе, которая в то время находилась под властью Российской империи Он был членом конгрегации Махитарян и провел часть своей жизни в монастыре на острове Сурбхазар в Венеции Скончался в Венеции в 1952 году Первый том энциклопедического труда был опубликован в Венеции в 1902 году Получив большой успех, был переиздан в двух частях в 1903 и 1905 годах Второй том был опубликован намного позже, в 1907 году, два других тома так и не издались Цель современной энциклопедии – предсоставить список мест, упоминая их в армянской истории Большое внимание в книге уделено странам Кавказа, которые в 1900-х годах находились под властью России Также упоминаются исторические армянские колонии в таких странах, как Иран, Болгария, Румыния, Польша и Венгрия Переводчик Нышанян ограничивается теми статьями словаря Эприкяна, которые относятся к современной географии, оккупированной Западной Армении Работа Эприкяна из 1314 страниц сокращена до 650 Ряд тем, которые Эприкян не успел завершить, также были дописаны Добавлено более 600 новых имен Поздравляем автора с проделанной работой Такими были новости на сегодня Мира вам и добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова